Славянская тема Славянская тема Славянская тема Потом встреча, ну не то, что встреча, все-таки у нас все вот, я бы не сказал, что дружба была в училище, но как-то мы знали друг друга, но это все было так, ну как обычные друзья. Были выставки, это в художественном фонде, то есть там областные выставки были, республиканские там, и вот когда там расставлялись, в принципе, ты видишь, кто что смотрит, и вот как-то нас немножко село, наверное, притянуло, то есть вот необычные вот эти темы, вот, ну разговаривались, вполне еще сгружились, по мне же, ну вот шла такая информация, какой-то небольшой свой, вот союз, наверное, все-таки, у нас какой-то образовался, и тем самым друг к другу мы, в принципе, подпитывали, наверное, все-таки. До сих пор как-то это все продолжается, дружим, вот выставки вместе у нас проходят, вот, ну вот, как-то все незаметно к этому подошло, я даже не знаю, чтобы вот определенно вот такого вот, там, как бы, мне как-то сказали, что это модно, для того, чтобы модно за несколько лет, там, за десятилетия, это невозможно, это не модно, это уже, то есть человек, вот это надо вот как актер, это вживаться в это, то есть жить, чувствовать, то есть вплоть до каких-то мелочей, это, я не знаю, там, костюм тоже надо знать, какие-то обереги, какие-то штучки там маленькие, вот, что одеваешь, что носили. Вот вопрос на эту тему, что вы фантазируете, придумываете, а что вы можете почерпнуть из источников, какие данные? О том же костюме, о тех же строениях, о тех же типах лиц, есть ли какие-то конкретные у вас источники, откуда вы черпаете знания? Ну, вот здесь полностью придуманный мир, то есть он ниоткуда, и есть, конечно, какие-то работы, что дают толчок, то есть, ну, какой-то нюанс, аппарат на даже мелочь, там, какой-то, допустим, оберег вот женский, что-то, как кошник, ну, я просто говорю, там, какое-то озияние, там, орнамент просто, и вот он дает толчок, и от этого вот все развивается, круговоротом идет, как он даже еще сказал, мозаика, одно к одному все вот это выстраивается. То есть мой образ, это вот, как бы мой мирный, все-таки, ну, придуманный через, то есть я его видел через себя, это мой образ. Ну, то есть это надо, как бы, я говорил, что это надо уходить в себя, наверное, и что-то оттуда вот черпать. Хотя вот некоторые говорят, там, не нужно и себе, потому что я все-таки считаю, что мой, вот как человек, это вот как магнитофонная лента, которую там вот наши предки прощали, что-то заложили, и потихоньку, то есть, передается. То есть нужно все-таки как-то взглянуть в себя, ну, по-другому, увидеть. То есть оно не то, что нужно смотреть, то, что вот, то, что я придумал, это здорово, нет, оно подсказывает, оно, не нужно создавать какие-то усилия, то есть ты вот как по жизни идешь, и вот какие-то образы возникают, то есть вот их просто надо умело как-то вот взять и обработать, наверное. Вот тоже это идет, такой вот творческий процесс, тем более, может быть, образ-то и возник, но его еще нужно подкреплять в какие-то моменты. И вот здесь уже, я вот скажу, вот, может быть, уже обращаешься даже к костюму, там, вот каким-то деталям, уже начинаются поиски. То есть не, когда, ну, по-разному возникает. Иногда вот от образа, иногда вот не держишь вот от какой-то детали, вот, исторической. То есть вот у меня по-разному. Ну, то есть вы для себя все равно считаете важным изучать книги, посвященные этой теме, да? Вот почему, допустим, вот на, вот форма воротника такая? Или это вот наити, что называется? Смотрите, здесь подсказывает, меня немножко затормаживает, когда вот именно надо обморачивать что-то, обморачивать, ну, непосредственно конкретное и создавать с этого вот исторического какой-то документ. То есть мне не нравятся вот эти документы. Это все-таки художник, я считаю, что он должен создавать образ, как-то подтянуть зрителя, чтобы у него возникли тоже какие-то образы, чтобы ему было интересно дальше идти. Я не говорю, что вот, как вот картины называют. Иногда вот что интересно получается, люди, увидев картину, смотря, прочитав, то есть у него, у них просто не как-то развивается там столько много интересных образов, и он рассказал, я даже как-то прислушался, но настолько интересно, я даже об этом и не думал. Это как раз вот была вот выставка в музее Константина Васильева, и там, ну, не то что, видимо, из какого-то училища, можно ввелить студенты. Вот, и они так рассказывали о картине, я уже так не помню, но мне понравилось то, что, видимо, они что-то где-то видели, там что-то с кем-то общались, что-то читали, и вот просто одно слово там, по-моему, ословили. То есть они настолько это все развеяли. То есть для меня даже было очень интересно. Так или иначе, у вас же есть какая-то предыстория, сюжет, поэтому почему важно рассказывать? Потому что мало людей вообще в наше время вообще соприкасаются с темой дохристианской Руси, поэтому если не рассказывать, если не делать аннотации, наверное, многие и не понимают, они, ой, просто красиво, да? Нет, ну вот, с этого аннотации-то, кажется, на картине есть. Обязательно. Это вот дает обратно толчок, то есть много же информации об одном, об каком-то и том же. Вот, и пускай человек уже сам разбирается, как бы, ну, это уже идет по знанию. У меня, например, все эти картины, я сам начинаю, такая учеба идет у меня, то есть по знанию. То есть вот я, может быть, даже и не знал каких-то богинь, богов, то есть вот как-то, и вот когда начинаешь даже вот эту же серию делать, многого не знаешь, и вот потихоньку начинаешь копаться вот в этом во всем, и для тебя вот ты начинаешь это узнавать, он раскрывается какой-то для себя мир. И то же самое также для зрителя, я считаю. Если его что-то заинтересовало, он увидел образ, и дальше уже его путь, он уже будет, если его заинтересовало, он сам уже будет копаться вот в каких-то... Я вот считаю, потому что вот одна... Почему я об этом говорю? Вот когда-то раньше я там занимался спортом, там, допустим, каким-то, да, и когда тебе показали, это не говорит, что ты вот узнал, и это постиг, нет. Для этого нужно пройти. То есть здесь то же самое вот картина, то есть вот интерес какой-то раз есть, а ты дальше иди сам. То есть вы увидите свою задачу только в эмоциональном толчке, да? Вот если человек, зритель увидел, если ему понравилось, если запало куда-то, он будет дальше изучать тему ведической культуры сам. Да, я считаю, что вот навязывать что-то, вот именно вот говорить на эту кричат, вот смотрите, все-таки, как вот сейчас это все можно, там, или вот я вот такой... Нет, это, я считаю, этого не нужно делать. Вот то, что я, ну, как я занимаюсь, мне это нравится. Я никому не говорю, что это вот так было, или так вот это надо. Да, это просто, ну, как каждый художник создаёт какую-то свою образ и показывает. Ну, это у меня здесь так же примерно. Эта тема очень глубокая, как океан, и, в общем, просторная с такой, что это мы не видим в следующем береге, в общем-то. Ну, очень интересная тема, потому что одну тему она вытаскивает, другую, третью, то есть вот за дружкой все, так и сделаем. С кода приходит знание того, как должно быть в древнеславянском смысле? Я на этот вопрос, я даже вот так вот конкретно, я не знаю, как о ней вообще совершенно ответить. Это, как говорят, у нас генная какая-то, может быть, я не знаю, есть там память, которая вот изнутри что-то вот выталкивает и превращает нас как будто мы... Ну, у меня, допустим, я как бы вот с высоты, то есть как вот птичьего полёта, в принципе, у меня многие картины как-то вот видят с высоты птичьего полёта, то есть я как бы уже наблюдатель на всё это. То есть какие-то конкретные вещи, там, приближаешься, вот как в кино, допустим, фрагмент, то есть дальше, ближе, там, всё. То есть, ну, я даже... То есть это идёт вот какой-то изнутри какие-то образы. И вот когда нам говорят, что вот иногда мы спим, там, да, вот и сон какой-то приходит, и вот я его хочу без там стихи, вот быстрее надо записать это всё, да, чуть-чуть опоздал, значит, уже... Да, конечно, вот какие-то моменты остаются, то есть их надо как-то вот в памяти нести, но они потихоньку, что интересно, если даже там что-то тебе приснилось, очень интересная такая картина, там, она объёмная, там, можно в ней ходить, присмотреть её. Очень тяжело её, конечно, вот перевести на картину, то есть на пост. И вот по времени, то есть в некоторые моменты, просто как-то они исчезают, вот как туман растворяется куда-то. И вот ты что собираешь, как-то как-то главное, что смог, как бы, вот сберечь, и потом вот это начинаешь обратно, я повторяю, как мозаику в составе уже добавляю, что-то уже начинаешь придумывать, что-то обратно к тебе приходит. Ну вот как-то вот так. Сколько вы, вы быстро пишете, сколько времени уходит прибёж на дать его работу? Месяц, 50. Вообще ещё по-разному. В среднем, если вот так, на работу где-то месяц. Иногда может быть быстрее, иногда может быть дольше. Потому что, ну, видев образ, его обратно надо подпитывать какой-то информацией. И иногда вот, ну, не вижу, не знаю, что. То есть я отставляю. И в процессе раз, в какой-то такой момент, щёк появилось, зарисовал. То есть вот так её вот накапливается. То есть вот работа вот так она рождается. Как реализовываются ваши картины? Есть ли они в частных коллекциях? Есть в музеях? Есть в музеях. Это музей, Томский музей, славянская мифология. Сколько у вас там работ? Там 9 работ. Потом в частной коллекции, вот как раз вот эта коллекция, вот, да. Да, вот эта берегина в Святой Руси. Потом Юрий Михайлович у меня покупал, это вот как его все, вот, что берёт постоянно там его. То есть он в Колесе Ведре делал несколько на что? Да, там несколько работ. Потом в Германии покупали, в Греции там покупали. В художественном музее Витебский тоже есть. Приобрели, да? Да, приобрели. А так люди приходят заинтересованы, в общем-то, есть заказы, которые, ну, нравятся. Я не любитель копий, конечно, даже вот своих работ, потому что уж слишком кропотливая работа. Вот когда ты не знаешь, что ты к этому идёшь, вот что ты делаешь и делаешь. то есть вот к результату, то есть это вот как путь какой-то есть, ты идёшь, не видишь, вот это, ну, когда повторятся свои работы, ты уже слишком, ты уже знающие, от чего, вот так, то есть вот этот процесс трудоёшь. Конечно, если можно, там, как бы, есть ещё артавский повтор, там, с какими-то изменениями, чтобы было, ну, для себя уже интересно. А как вы познакомились с Алексеевым? А тут, тут же очень интересно получилось. Прочитав, прочитав, да, вот, прочитав книгу Сахровича Валькирия, видимо, она как-то притянула, я не знаю почему, вот были у нас такие идеи, что вот, наверное, может быть, с этим человеком когда-нибудь и познакомимся. Вот, ну, вот, наверное, когда говорят в небеса, в общем-то, я не в небеса, в общем-то там что-то, как вот, часы начинают или вот поворачивают именно в какую-нибудь сторону. Вот подарил я ему календарь, он посмотрел, потом съездил в Томск, в музей, ему очень понравилось, и, видимо, вот как-то он говорит, вот то, что мне нужно было. Я вот такие хоромы видел, ну, видимо, однажды что-то со зрением плохо было, он терял зрение, и, говорит, я вот такие хоромы, он, говорит, видел, вот, и вот, когда я твой календарь и видел, говорит, вот то, что, ну, так потихоньку мы вот и подошли, и, говорю, вот, и было предложение сначала, вот первое, как жили древние люди сказку сделать, сейчас, как просто, идет дальше. Работа, это «Язгой великий», то есть эта работа продолжается, про Александра Македовского сейчас тоже. Такие же дела, ну, как иллюстрации картин. Ну, я думаю, что это где-то к концу года, наверное, будет. Сейчас только где-то, ну, три с половиной, четыре картины. Ну, а на тему это, ну, для меня она более, наверное, труднее все-таки. Хоть здесь, видимо, народу больше это рисовать, но там, вот, исторический вот этот момент, где вот надо обратно костюм, это все-таки не сказка, здесь немножко эта история. Сколько было работы сделано для сказки Алексеева? Одиннадцать. Это вот первая часть, первые одиннадцать глав, да? Да, это уже, может быть, вторая глава, там где-то девять, по-моему, десять глав, там другой художник оформил, вот, и уже следующий. Там первые главы, как раз вот, где описывается, ну, там немножко, где-то вот как раз больше для детей. Как исполины, как они летали, как они там в радуге купались, то есть слова ловили, то есть вот такое. То есть оно более такое радостное, жизнерадостное, а вот здесь вот более такое напряженное все-таки. Скажите, а вы, ну, чувствуете, нужна ли какая-то, с вашей стороны в том числе, работа в смысле пропаганды дохристианской культуры? Нужно ли это продвигать в массовое сознание? Ну, я думаю, все можно и нужно продвигать. То есть кому это... Мы же по жизни тоже вот иногда и делаем, и в жизни мы сами разбираемся, да, что нам надо, что не надо. Много информации, которую мы отбираем, и то же самое, это все информация. То есть я вот этим занимаюсь, мне это нравится, я пишу, то есть выставляю. А уже дальше люди как бы сами должны, если их заинтересовало, то мы как раз говорили, что он уже начинает тоже что-то, какие-то поиски, какой-то у него интерес возникает. А если кому-то не нравится, он пройдет мимо и не обратит на это внимание, хоть тут не кричит, что это вот нужно обратить на это внимание, посмотрите. Да, у него другие интересы. Когда люди интересуются, тебя как-то толкают. Значит, ты правильно идешь к чему-то. Вот это... Нет, это такой ключ, я считаю, что очень положительно рассказывать на художник, когда есть интерес у зрителя. Я не про то, что говорю, что я просто для себя, мне это нравится. Да, мне это нравится, и когда это вот взаимосвязь, когда происходит, вот уже какое-то движение такое вот, вы говорите, это и пропаганда уже получается, это все уже идет вместе. КОНЕЦ КОНЕЦ